Каждый, кто слышит слово «ринг», представляет себе бой профессиональных боксеров. Но никто никогда не видел ученых, дискутирующих с перчатками и готовых нокаутировать соперника своими тезисами. Департамент по информационной политике Казанского федерального университета представляет новое научно-популярное шоу «Хук наук». 20 мая состоялись съемки пилотного выпуска программы, которая направлена на популяризацию науки. Казалось, что это очень интересная история, именно сбить, срастить на одной площадке две разные мысли. Именно научные мысли, чтобы в таком честном научном бою понять, а что волнует, а где проблемы, а куда двигаться. Программа представляет собой диспут ученых на заданную тему. Главная задача конкурсантов – своими аргументами заставить зрителя поверить в правдивость его теории. Каждый интеллектуальный бой представляет собой три раунда по пять минут, в течение которых оппоненты должны высказать свою точку зрения. Первой темой научного боя стал киберспорт. Все же спорт? Позиция больше склоняется к тому, что киберспорт хоть и является связательной деятельностью, но не является спортом в полном смысле этого слова, как это принято считать классически именно в России. Потому что спорт позиционируется и является частью физической культуры в обществе, где спорт является просто небольшой такой вот частью физической культуры, ее компонентом, входит в состав такого социального явления. Это довольно оригинально. Впервые в жизни у меня такой опыт. Обычно это все-таки происходит в более интеллигентной что ли среде. То есть это там пиджаки, гаустуки и прочее. Такой вариант, по-моему, даже интересен. Отметим, что такой формат научно-популярного шоу является новаторством Департамента по информационной политике Казанского федерального университета. Сам проект призван развеять миф о том, что наука – это скучно. Участниками программы «Хук наук» могут стать ученые, кандидаты наук и доценты кафедры Казанского федерального университета. Полный выпуск интеллектуальных боев ждите на нашем телеканале. Аделина Амдрахманова, Александр Антонов. Универ Новости.